в одном из предыдущих видео я делал обзор дома по улице ленина 24 и показал дом напротив вернее там даже два дома 35 и 37 улица ленина сегодня посмотрим эти два дома более детально вот так они сейчас выглядят мне захотелось познакомить вас с их историей но к сожалению я не смог найти достойных фотографий как они выглядели до боевых действий вот только нашел проекции этих двух домов на картах города за зеленью деревьев не очень хорошо видно их разыскал вот этот не очень четкий снимок который свидетельствует о том что на доме когда-то была табличка что здесь была редакция греческой газеты коллективисты и в ней работал поэт георгий антонович костоправ греческий поэт удалось найти также фотографию вот этой мемориальной таблички здание в стиле модерн построена в начале двадцатого века восстановлена с любовью к родному городу усилиями жиренко а.а. и полякова а.н. вот так эти оба дома выглядели в начале двадцатого века то что слева это тридцать седьмой вот видите здесь находилась биржа биржевый комитет сберегательное товарищество и слева в углу внизу если приглядеться там надпись съестная лавка а в доме справа тридцать пятом видим табличку кондитерская и булочная карапульцево какого года постройки оба здания мне установить не удалось но то что оба здания которых остались только фасады представляют мариуполя между же историческую ценность теперь такой вид рядом дома начинают ремонтировать а вот эти оба здания знаю очевидно наверное они частном домовладении на ходе находятся до сих пор хозяева скорее всего не объявились поэтому здания вообще запущены к ним никто не приступает обычно это происходит если частные постройки во дворе вот тоже такое это съемки где-то конец октября я производил еще зелень кое-какая имелась такой вид старый подвал конечно же туда лучше не заходить ну и посмотрите двор в каком состоянии это все находится вот машина разбитая такое впечатление что прямо в нее что-то попало разлетелось и осталось мостов такой от машины дальше я тоже не ходил там тоже одни руины вот такое сейчас состояние можно сказать бомжатская сейчас пойдем посмотрим что же там осталось внутри от этих двух зданий особо тут комментировать нечего бои тут были долгие упорные с обоих сторон летала очень много конце концов я думаю что дома начали гореть и из-за пожара и крыши и внутренние перекрытия которые скорее всего были по большей частью деревянные горели и просто обвалились это 37 дом кстати 37 дом насколько я помню ну последнее время был в нем кукольный театр мариупольский до этого жена помнит точно находилась здесь был дом пионеров даже балетная школа это она помнит такое состояние конечно все это восстановимо если возьмутся за это люди в доме который 35 там школа английского языка уксфорд находилась последнее время они по-моему занимали чуть ли не все здание вот такие окрестности зато крыша по моему детский садик находился сейчас спустимся по этим развалинам не так чтобы приятно ходить было и немножко с опаской конечно хотя всяких развалин за это время мариуполе я повидался достаточно и походил по ним тоже по приходилось но вот здесь первый раз я уже говорил как-то я в доме рядом тридцать девятом довелось мне побывать во время боевых действий буквально рядом с этим домом был когда зачем стреляла летала и горела да вот этот в этом доме я был пока он не загорелся но теперь его восстанавливает он кстати живой там внизу только кафе было а само здание жилое было и видно из-за того что оно жилое его и восстанавливаю посмотрите накал боев пробитый знак для непосеченный вот с этой стороны как выглядит здание от лист железа немножко огнетущее состояние когда он на ветру скрипит он сторож имеется на меня спокойно реагировал не рычал не галкал внизу в тридцать пятом там парфюмерный магазин был а вот где в тридцать нет я про тридцать седьмой сказал а в тридцать пятом я помню там даже по-моему была чебуречная чебуречная но это еще наверно советское время и даже несколько раз в нее заходил когда по диагонали находится кинотеатр победа а вот это я хочу вам показать тридцать второй дом я уже упоминал о нем показывал чуть позже я его снимаю он выглядит можно сказать почти на пять баллов восстановленным уже не знаю что там внутри но снаружи он выглядит относительно вот этих вот это кинотеатр победа его сейчас не будем смотреть но за него тоже принялись разбирают там завалы восстановят в первозданном думаю в виде вот внутренний двор там дальше там находились кассы кинотеатра победа возле этого тридцать второго дома сейчас подойдем поближе посмотрим на первом этаже вот по моему справа была парикмахерская а слева кафе мороженое кстати очень хорошее кафе и очень хорошее мороженое вот так постройки дом мы видим я его никогда таким не видел красивым так он не был четко очерчен симпатичный дом но прям до такой красоты конечно не довелось его увидеть я в мариуполе седьмого года как он смотрится ну со временем все дома в центре будут выглядеть такими же ухоженными и отреставрированными их наверное все оставят такими они были в начале на фоне такого красивого неба права двое четвертый дом я уже освещал его за него уже принялись штукатура этого вовсю сейчас уже такого нет я напоминаю что это октябрьский съемок в конце октября я сниму вот вот я показал вам 35 37 и 32 дома если кто знает больше чем я рассказал напишите в комментариях об этих домах то что помнит то что знает то что знает движение движение сейчас не такое интенсивное так смотрится восстановленный дом пока что один из немногих на Ленина ну на этом заканчиваю пишите комментарии свои отзывы я по вашим отзывам наверное что-нибудь еще сниму всем удачи здоровья добра и мира над головой